И сегодня у нас в гостях героиня сюжета, директора школы номер 76, Надежда Николаевна Равлюк. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Вас тоже. С праздником. Позвольте. Спасибо большое. Спасибо огромное. Надежда Николаевна, наверное, школьники школы номер 76 очень хорошо знают историю Великой Отечественной войны, так как непосредственно школа принимала участие, там был ЭВК-госпиталь. А как вообще школьники действительно знают историю, как они проявляют себя? Вы знаете, не только знают, потому что учатся в этом историческом здании, но дело в том, что в нашей школе учатся уже и шестое, и седьмое поколение детей, родители которых и прадедушки жили на этой улице, учили в школе 76. И естественно, что дети знают не только, может быть, со слов сухих страниц учебника, но они знают это от своих близких, от своих родных, а дальше те материалы, которые мы бережно храним в стенах нашей школы, в стенах нашего музея, конечно, они активно используются. То есть есть такое понятие сейчас, музейная педагогика, и учителя нашей школы, и не только нашей школы, потому что к нам приходят ребята из других школ, очень активно, вот особенно в этом году, проводят музейные уроки. То есть это то погружение, которое так важно для современных детей, расстояние между которыми войной очень и очень большое. И дети прекрасно понимают, что это было не где-то далеко-далеко, а это было вот здесь, рядом, в стенах школы. Здесь в этом участвовали их родители, потому что первые красные следопыты, вот я держу в руках письмо, датированное 68-м годом. Письмо, на котором красными чернилами написано «Нашли сестру». И в этом письме говорится «Ящукина Валентина Кузьминична, сестра Никитина Михаила Кузьмича, который умер в вашем госпитале в Новосибирске в июне 43-го года, когда ему было всего 22 года. Это мой единственный брат. До вашего письма я считала, что мне о нем и поговорить-то не с кем, так как родные и близкие все умерли, а больше о нем никто не знает. И мне приятно было читать письмо, в котором вспомнилось о моем брате. Я плакала. Спасибо вам, ребята. И до сих пор к нам в школу на эти уроки самыми долгожданными гостями, желанными гостями для ребят, конечно, являются ветераны. Это и... Ветераны наверняка ведь есть еще и дети, которые учились в школе в то время. Конечно. У нас уникальные есть воспоминания. На одном из юбилеев школы встретились одноклассники вот того самого первого. Дело в том, что школа была открыта в 37-м, и первый выпуск совпал с 41-м годом. То есть дети оттанцевали выпускной и ушли на фронт. И два человека из этого выпуска, Соня и Женя, встретились в нашей школе через, получается, 60 лет после того, как они из нее ушли мальчишками и девчонками. И с дрожью в голосе, при огромном скоплении народа, Чернов проговорил, ты знаешь, Сонечка, я тебя любил когда-то, мы сидели за одной партой, я носил твой портфель. И поверьте мне, что вот эти слова, эти признания и встреча с этими людьми, они дорогого стоят. То есть сейчас говорите, у меня аж прям мурашки. Надежда Николаевна, а вообще как часто вашу школу посещают ветераны? Как часто вы организовываете такие встречи? Вы знаете, у нас есть два обязательных дня, когда мы приглашаем ветеранов. Это осень, день пожилого человека, у нас обязательно всегда бывают в гостях ветераны. Это, естественно, накануне 9 мая, но есть еще другая категория ветеранов. Дело в том, что у нас на втором этаже есть мемориальные плиты, посвященные нашим мальчикам, не вернувшимся из локальных точек, из афганской и воинской, чеченской истории. И поэтому ребята, естественно, мы не можем не вспоминать и о них тоже. И это другие даты. Это февраль, дата вывода из Афганистана войск наших. И в дни их рождения, то есть памятные линейки и ветераны разного уровня, они желанные гости в нашей школе. У нас есть уроки мужества, которые вписываются в учебную программу учителей истории. Ну вот я ваш покорный слуга, учитель литературы, поэтому в этом году как было мне изучать Василия Теркина с восьмиклассниками, не пригласив на этот урок простого солдата. Он сейчас, конечно, уже в звании другом, он закончил войну уже капитаном. Но когда этот человек, убеленный с сединой, стал ребятам цитировать Теркина, но они потом у меня взялись и из тех предложенных нескольких глав, конечно, они стали учить все подряд и прочитали Теркина целиком. И спрашивали, Надежда Николаевна, а продолжение Теркина о том свете мы будем изучать? Я говорю, да ради бога, берите, изучайте, кто же вам не дает, в общем-то. Надежда Николаевна, сколько вообще раненых прошло через Ивака госпиталь, расположенный в 76-й школе? Вы знаете, вот по точным подсчетам, ну точных подсчетов, конечно, я не могу вести, но это примерно около двух с половиной тысяч раненых, которые потом вернулись на фронт, понимаете? Потому что есть еще печальная страница, раненые, которые остались навсегда в сибирской земле. Это воинское кладбище, над которым, кстати говоря, наши ребята взяли шефство. И они, вот фотографии 67-го года, они вместе с учителями отправлялись туда и ухаживали за могилами. Вот нижняя фотография, это именно об этом. То есть это было действительно вот такое, ну, сейчас это называть можно акцией, называть можно другими словами, а тогда это был зов души, когда ребята вот и этим тоже занимались. Они ухаживали за могилами похороненных здесь. И каждый год в вашей школе, в стенах вашей школы проходят различные мероприятия. А вот кто может в них поучаствовать? Есть ли какой-то отбор или это могут сделать все живущие, все ученики? Абсолютно все. Вот в этом году, значит, ну, то есть целый год мы работали, естественно, под девизом, да, я помню, я горжусь, это слова, которые в душе каждого человека, разумного, независимо от возраста, они, в общем-то, нашли, конечно, отклик. И мы с 1 сентября, придя на занятия, объявили много конкурсов внутри школы. Это были конкурсы сочинений, это были конкурсы чтецов, это традиционный конкурс, мы никогда его не оставляли, хотят ли русские войны. Мы, когда каждый класс на линейке, я приглашала ваших ребят, поют песни о войне. В нашей газете, у нас газета выпускается, школьные ведомости, вот можно посмотреть, то есть дети делали открытки, дети делали такую проектную работу, реконструкцию. Надежда Николаевна, мы вынуждены прерваться и перейти на площадь Ленина и узнать, что же сейчас происходит там. День победы! 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Ну, хотелось бы отметить, что действительно дух праздника просто сейчас на площади, и Андрею просто даже не мог ничего сказать, потому как ему просто не давали вот люди, которые радуются действительно этому празднику. Ну, у нас еще будут впереди включения, поэтому мы обязательно сможем вам немножко дать вот, ну, немножко эмоций, да, если вот вы не смогли, к сожалению, попасть на главную площадь. Ну, есть еще возможность туда попасть, еще есть возможность. Ну, оставайтесь у экрана, потому как мы еще покажем даже салют вам. Ну, а мы напоминаем, что у нас в студии Надежда Николаевна Равлюк, и мы говорим о ЭВАК-госпитале, который располагался в школе номер 76. Надежда Николаевна, вот вы пришли сегодня с фотографией героя. Расскажите, пожалуйста, о вашем ветеране. Вы были участником Бессмертного полка. Да, да, я уже третий год вместе со своей внучкой хожу, вместе со всеми новосибирцами, но вот сегодня было приятно узнать, и не только новосибирцами, потому что один из людей, который шел рядом, он, оказывается, приехал специально из Москвы. Прилетел для того, чтобы поучаствовать, совершенно случайно знакомый, поздравляет. Он сибиряк, у него здесь корни, да, и он прилетел с Москвы, чтобы пронести по улицам Новосибирска портрет своего деда. Я тоже ходила сегодня в Бессмертном полку, участвовала вместе с фотографией своего деда, человека, который родился и вырос в Новосибирске, в Новосибирской области, вернее сказать, он был призван с первых дней войны. Он прошел всю войну, участвовал в освобождении Украины, Румынии, Польши, закончил войну в Берлине рядовым. К сожалению, в наследие война оставила ему осколки, которые и стали причиной смерти. То есть умер очень рано из жизни, ушел в 59 лет, до 60 даже не дожил. Но память о нем, светлая память, хранится в нашей семье. У меня жива еще мама, его дочь, и, конечно, у нее сегодня особый праздник. Мы поздравляли с утра ее, благодарили за ту жизнь, которую она дала нам всем, членам семьи. И светлая память о дедушке, она будет всегда в наших сердцах, пока они бьются. Спасибо большое еще раз вас с этим великим праздником. Спасибо большое и всех новосибирцев с праздником. И хотелось бы поздравить еще с присвоением Новосибирску почетного звания города трудовой доблести и славы. С праздником. И вас с праздником.